Приветствую вас, друзья, с вами Виталий. Сегодня мы продолжим тему по поводу американского менталитета, адаптации к среде обитания американской. В предыдущем видеоролике мы с вами говорили о том, что существует такая тема большая о личном пространстве в американской среде обитания. И для того, чтобы вам адаптироваться к этой среде обитания, вам также необходимо развивать, формировать свое личное пространство. Для того, чтобы вам проще было понять, что такое личное пространство, мы кратенько обратимся к вашей простой практике снятия стресса. То есть в вашем отечестве был стресс, и для снятия стресса, нахождения в стрессе, вы использовали так называемое личное время. Вам необходимо было личное время, в котором вы снимаете стресс с помощью состояния покоя, общения и выработки каких-то своих правил, понятий, изменения своего состояния, настроения. И таким образом вы из стресса выходите. В американской системе, в американском среде обитания нет такой стресса, нет такой темы стресса. Там будет тема депрессии. И вот эта депрессия, чтобы из нее уже выйти, вам необходимо будет личное пространство. Поэтому тема личного пространства, она актуальна для каждого человека. И американцы, это личное пространство, у себя такой навыка не имеет формирования, с самого рождения, как говорится, с детства. Они такое личное пространство себе сформируют, поддерживают его, развивают и так далее. В чем здесь разница между двумя этими состояниями – личного времени и личного пространства? Откуда оно появилось в состоянии личного времени? А появилась оно у вас в вашем обществе, в вашем отечестве, когда вы находитесь в государственной системе, которая защищает вас от воздействия законов пространства. Непосредственно законов пространства, вы защищаетесь под защитой государства, вы находитесь, и вас защищает государство с помощью определенной системы. И вы эту систему называете какой-то тоталитарной, закрытой системой и так далее. Такие негативные, недемократическая система еще называется, такие эпитеты непозитивные, да, негативные эпитеты, да. И, соответственно, вы испытываете давление такое от государства, потому что оно занимается защитой, да, этого пространства от вас от пространственных координат. То есть оно вас защищает во время движения, во времени. И что происходит здесь? Вы испытываете стресс от того, что вам приходится преодолевать это вот, преодолевать, бороться с этой защитой, да, с этой защитой. И создавать какое-то свое комфортное пребывание в своем таком времени жизни, в своей, вот в этой теме, да. А когда вы сюда пойдете, в среду обитания, то здесь будет у вас отсутствовать государственный колпак, отсутствует государственная защита, отсутствуют культурные какие-то правила или традиции там отсутствуют. И вы попадаете в такую ситуацию, что здесь нет виноватых, понимаете, не на кого показать пальцем, вот тот, не на кого, не на кого. То есть здесь вы будете, вы здесь будете падать безболезненно, это называется. Если здесь вы, находясь в состоянии стресса, падаете, испытываете боль, вы наступаете на какие-то грабли, ударяете в какие-то углы, об какие-то столбы и так далее, да. Ну, это наши популярные такие выражения жизненные. И, соответственно, люди к вам обращаются здесь, сочувственно обращаются, когда вы испытываете стресс, общаетесь, эмпатия такая происходит у вас, взаимное общение, отношения близкие с людьми и так далее. И здесь падение, когда вы в депрессии будете находиться, вы не попадете в эту депрессию, потому что вы непосредственно будете контактировать с пространством. Никто вас не защищает, никто абсолютно. И вы создаете себе комфорт еще в этом пространстве, соответственно, еще ближе к этому пространству, еще больше будет у вас депрессия, глубже депрессия. И будет падение в этой депрессии. Так вот, когда вы падаете в депрессии, там боли нет, боли нет никакой. И когда к вам подходят и говорят, давайте я вам про сочувствие, буду вам сочувствовать, выражу эмпатию, это не работает. Не работает в этом случае. Вы падаете, и вам нужна помощь. То есть, если здесь вам нужна сочувствие и эмпатия, когда в стрессе, а здесь вам нужна помощь. Протяните руку помощи. Это такая большая тема. Миссионерство. Это такая помощь. Я протягиваю руку помощи. Повседневную руку помощи протягиваю в американском среде обитания, в американской бытовой жизни. Протянуть руку помощи человеку – это нормально. Это нормально, это естественно. Потому что завтра он не просит помощи человеку. Он протягивает руку помощи и вытаскивает его с этой депрессии. И все, иди дальше. Его не лечат, ему не сочувствуют, его ничего не делают. И у вас будет такая же ситуация. Когда здесь у вас проблема будет в чем? Здесь вы придете со своими правилами. А здесь правила работают вот здесь. В стрессовой ситуации. Когда у вас личное время есть. Тогда правила вам помогают вылезти из стресса. То есть ваши понятия какие-то там переформатировались. Переформатировались понятия. Создали свои правила какие-то. И какими-то лазейками решили свою ситуацию. Какую-то проблему решили. Какими-то договорились, переговорились. И законы обошли. Благодаря тому, что вы создали какое-то правило новое свое. Какие-то понятия создали. В социуме, в группе какой-то там и так далее. А здесь в депрессии совершенно все наоборот. Здесь необходимо соблюдать законы. Понимаете? Закон надо соблюдать. И свои законы надо создавать. Свои законы. То есть здесь вы правила создаете, чтобы обойти закон. А здесь вы создаете законы, чтобы обойти правила. И эта тема такая интересная. То есть когда наблюдаешь за движением. То есть американцы правила не знают. Абсолютно. То есть правила движения, которые учатся. Правила дорожного движения. Они очень легкие. И сдача на права там очень такая достаточно простая. И люди правила на дороге не знают. То есть к правилам отношение такое опосредственное. То есть они как бы есть, ну и как бы нет. А как люди двигаются все на дороге? Они смотрят друг на друга. И повторяют друг на другом, что они делают. Поэтому они опасаются нарушить закон. Они следуют закону. Здесь нужен закон. В личном пространстве важен закон. Когда вы создаете личное пространство, у каждого человека личное пространство. И внутри этого личного пространства у вас будут свои собственные законы. Так, друзья. Акцент сегодня попробую поставить на то, чем отличается личное пространство от личного времени. Почему личное пространство необходимо создавать? Потому что оно необходимо вам, когда вы провалитесь. Когда вы провалитесь, вы провалитесь незаметно. Вас затянет пески, затянут воронка какая-то. Вы просто будете проваливаться. Вы будете потерянным человеком. Потеряетесь. Есть такая тема. Лузер, потерянный и так далее. Они теряются вот здесь. А вы испытываете стресс. Вот здесь испытываете стресс. Здесь стресса нет никакого. Поэтому личное пространство – это важно, это актуально, и необходимо соформировать его. И о том, как формировать личное пространство, мы уже начали разговаривать в предыдущем видеоролике о том, что необходимо создавать ощущение дискомфорта, и принимать его как норму дискомфорта. То есть не стремиться к комфорту, а стремиться к дискомфорту. Если вышли и вы видели, что мусор на улице, на улице мусор – это нормально. Если там бомжи живут, это нормально. Если там еще что-то такое касаемо пространственного, временного, континиума, как говорится, вы видите, что оно какое-то некультурное, некрасивое и так далее. И вы видите, что в этом пространстве людей нет. То есть все сделано грамотно, все выстроено грамотно. Улицы, парки, лужайки, прогулки, все сделано грамотно, а людей нет. То есть люди в пространство просто так не выходят. Они должны выйти не в пространство, не для прогулок. Вот здесь вы идете погулять в личном времени. То есть когда многие спрашивают, почему никого нет в парках, никто не гуляет, никто не ходит. Времени личного у них, в этой среде обитания личного времени не существует как понятия. Потому что для личного времени вам нужны собственные правила какие-то. Правила времяпровождения, правила отдыха и так далее. У них есть личное пространство, в котором существуют законы. Соответственно законы во время движения в пространстве очень сложно соблюдать. Законы. И соответственно лишнее дело движения никто не делает. Все делают только то, что целевая, какая-то имеется цель, какая-то задача. А просто так гулять по парку не могут они. Нужно заниматься либо спортом, либо гулять с собакой, вывести собаку. Это другая тема. Но сегодня вы, я думаю, уловили момент. И не будем дальше об этом говорить, потому что видеоролик большой опять получится. А вы... И что мне хотелось такой акцент поставить еще? Что руку помощи, да? То есть если вы вот здесь находитесь, у вас начало формироваться, или вы еще не начали формировать, а у вас инстинктивно формируется личное пространство среди обитания, вот этой, да? То вот я могу вам... То есть я протягиваю вам руку помощи, да? То есть вот этот видеоролик мой, это рука помощи. И рука помощи, да? Я вам протягиваю руку помощи, я вам помогаю. Вот так вот, понимаете? Это вот моя миссия такая, помощь вам. Помощь вам. Вы можете ко мне обратиться там, где? Через телеграмм, там, да? Я телеграмм, оставлю ссылку, наверное, тут где-то. Через телеграмм можете мне написать, да? Там какую-то сессию я вам 30 минут сделаю. Как помощь, понимаете? Помощь вам. То есть я вам помогу. И мне... То есть вот... Понимаете, о чем речь? Спасибо вам за внимание. С вами был Виталий. Всем пока. Всех благ.